Здравствуйте, виноградари! С вами снова Юрий Егорудин. Сегодня я хочу вам показать один интересный эксперимент, но сегодня только начало эксперимента. Результаты мы увидим, ну, наверное, может быть через две-три недели. А суть эксперимента в следующем. Когда мы высаживаем саженцы винограда на постоянное место, и если мы планируем в будущем укрывать наши кусты винограда на зиму, то нужно посадить наши саженцы специальным образом. Например, у меня глубина посадки 45 сантиметров. Это значит, что вот пятка вот этого саженца должна находиться на такой глубине. Вот этот черенок у меня где-то 30 сантиметров. Исходя из глубины посадки, я вот выбираю такой длины черенки для укоренения. И вот после того, как я высажу вот этот саженец на постоянное место, мне нужно вот этот однолетний прирост, мне нужно его подрезать. И подрезать таким образом, чтобы верхний глазок находился ниже уровня почвы. Почему именно так? Дело в том, что вот если мы таким образом высадим на постоянное место наши саженцы вот с таким длинным приростом, и особенно если вот этот прирост будет располагаться вот так вертикально, то это значит, что вот эти нижние глазки 1, 2, 3, 4, 5 либо вообще не пойдут в рост, либо пойдут очень слабо, а самыми лучшими будут вот самые верхние, вот те, которые мы оставим. И очень часто многие виноградари оставляют про запас. То есть, например, когда я буду высаживать куст винограда, я оставлю 3 глазка, и третий глазок будет ниже уровня почвы, к примеру, на 10 сантиметров. Многие думают, что а вдруг что-то там случится, и оставляют, предположим, вот столько, ну допустим, 10 глазков. Причем 7 глазков будут находиться выше уровня почвы. И многие рассуждают следующим образом. Ну, когда у меня пойдут все глазки, в том числе и нижние, я просто верхние там либо выщипаю, либо срежу верхнюю часть, и все равно у меня останутся нижние глазки. Но дело в том, что вот эти нижние могут вообще в рост не пойти. И вы увидите, что верхние глазки идут в рост, они у вас находятся над поверхностью почвы, очень высоко. Затем вы такой куст с трудом будете укрывать на зиму. Причем нижние, они не идут в рост. И не идут в рост именно потому, что у винограда вот такое свойство. Вертикальная полярность. То есть, при вертикальном расположении побега, лучше всего идут самые верхние. Вы будете долго ждать, пока пойдут в рост нижние глазки, а они точно могут не пойти. И вы можете даже так подумать, ага, я был прав, значит нижние глазки у меня погибли, зато у меня остались верхние глазки. Значит, я был прав, что сделал длинную обрезку и этим спас саженец. На самом деле нижние глазки живые, они просто не идут из-за того, что такая физиология винограда. Так вот, сегодня я высажу вот эти три саженца на постоянное место. Причем один подрежу так, как нужно. Оставлю три глазка. На втором саженце оставлю 10 глазков. Вот такой, так сказать, экономный вариант, когда я беспокоюсь о том, что вдруг что-то там случится. Ну а третий вариант, я оставлю тоже длинный прирост, но этот прирост я согну и он у меня будет находиться вот таким образом горизонтально. Я подрезал корни до нужной длины и вот обратите внимание, что корни все белые, сочные, живые. Хранились эти черенки в условиях погреба. Все были установлены 12-литровое ведро с сырым песком, то есть корневая находилась в сыром песке. Температура плюс 2, плюс 4, плюс 6 возможно. Ну и вот если мы посмотрим даже на первые глазки, вот видно, что в условиях погреба они уже тронулись, пошли в рост. Ну скорее всего там температура уже соответствующая. Итак, вот я провел посадку и смотрим, вот этот саженец я посадил ну почти так как нужно. Верхний глазок находится ниже уровня почвы. То есть вот так я всегда высаживаю саженцы и вот так всегда рекомендую сразу после высадки на постоянное место, то ли это осень, то ли весна, сразу провести вот такую обрезку. Вот это вариант, это тот вариант, когда я думаю, что а вдруг у меня там что-то случится с нижними глазками, саженец пропадет. А так я оставил 10 глазков и наверняка что-то да у меня останется. Ну а это вариант, это так сказать такая переходная форма, многие оставляя вот такой длинный прирост, берут его еще и прижимают к поверхности почвы. То есть вот в этом месте делает такой изгиб. Ну и посмотрим, что же будет с этими саженцами, как они пойдут в рост, как будут развиваться, ну приблизительно через пару недель. Итак, прошел практически целый месяц и вот давайте рассмотрим, что же у нас получилось. Начнем вот с этого варианта. Это тот вариант, который я всегда рекомендую, это короткая обрезка и сразу после посадки оставляем нужное количество нам глазков. Вот в данном случае я оставил три глазка. Виноград я собираюсь укрывать в будущем, ну соответственно мне нужно получить рукава максимально близко к поверхности почвы. Итак, у меня пошло три побега, один, второй и третий. Мне в первый год достаточно один побег, либо два. Ну вот в этом случае я могу оставить два нижних. Вот этот верхний сейчас удалю. Два побега, довольно уже хорошие побеги, где-то сантиметров по 15. Вегетация идет отлично. И вот именно такой вариант я и предлагаю. Теперь вот этот вариант. Этот вариант, так сказать, с запасом. Вот я решил оставить с запасом. На всякий случай, вдруг там что-то у меня погибнет, либо еще что-то. Ну и смотрите, какой результат. И самое главное, видите, нижняя часть. Один глазок, второй и вот только третий глазок пошел в рост. Два нижних не пошли. И вот это, что они не пойдут в рост, было понятно еще до посадки. Так всегда и происходит. Побег у нас находится вот этот вертикально. Соответственно, лучше всего растут верхние побеги. Ну а теперь давайте посмотрим, а что же нам теперь делать вот с этим саженцем. Кстати, в этом случае у меня вот этот побег есть. И вот этот побег, вот здесь еще один. Не очень они хорошо развитые, но они есть. Те, которые находятся ниже уровня почвы. А вот теперь есть побег вот этот, видите, довольно хороший. Но этот уже выше уровня почвы. А вот теперь давайте подумаем, а что же мне теперь оставить? Эти побеги мелкие. Самые нижние в рост не пошли. Вот этот хороший, но очень высоко. И вот так будет практически всегда, когда вы будете оставлять вот такой длинный прирост про запас. И самое интересное, мне часто пишут и говорят, вот у нас на севере только так нужно делать. Вот нужно оставлять длинный побег. Спрашиваю, почему? Никто не может сказать, почему. Я так понимаю, что если север, значит могут вымерзнуть почки. Соответственно, оставляют про запас. Ну хорошо. Ну а вы знаете, что вот морозостойкость вот этих двух нижних глазков, вот которая в данном случае не пошли, но которые живые. Она выше, чем у всех остальных. То есть, когда вы считаете, что вот эти нижние вымерзнут, а верхние останутся, то так практически у вас никогда не будет. Теперь еще один вариант насчет севера. Вот смотрите, на севере вегетация короткая. Когда вы оставили 10 глазков, саженец у нас имеет определенную корневую систему. То есть, там определенный запас питания. И вот когда начинается вегетация, она кстати на севере короткая, то что получается? Вот то питание, оно распределяется по всем глазкам, которые вы оставили. И как вы видите, у меня пошло в рост 1, 2, 3, 4, 5, ну 6, 7, пусть 8 побегов. То есть, вот то питание, которое оставалось в этом саженце, оно распределилось на 8 побегов. Для сравнения, в этом случае точно такое же питание пошло только на 3 побега. Вот в данном случае я 2 оставил. И разницу вы улавливаете. Что нам нужно сделать? Вот в этом случае можно вот в этом месте еще сделать обрезочку, оставить 2 вот этих побега. Они тоже находятся ниже уровня почвы. Ну, в принципе, мы сильно формировку не испортили. Но то, что мы задержали вегетацию этого саженца, это однозначно. А давайте вспомним. Мне говорят, я на севере, мне вот так делать нельзя. Я хочу вот так на севере. Я буду задерживать еще вегетацию. У меня и так мало времени для вызревания, а будет еще меньше. Ну, логика-то ведь такая получается. Вот обратите внимание, этот побег и этот побег, этот лист и этот лист. Ну и давайте теперь сравним два этих саженца. Очевидно же, что вот этот саженец после короткой обрезки, после обрезки на обратный рост, развит лучше. Любой лист на винограде начинает больше вырабатывать питание для куста, чем потреблять, когда он достигает приблизительно половины среднего размера куста. То есть в этом случае вот эти листья уже работают на куст. Там осталось питание в корневой, осталось питание вот в этом черенке, плюс фотосинтез в листьях и мой вот этот саженец начинает активно расти. Что же с этим саженцем? Листья мелкие. Естественно, они в данный момент еще потребляют питание. А вспомните вот эту обрезанную часть, которую я выбросил. Сколько же туда ушло питание? Бесполезно. Я все это сейчас выбросил. Вот эти листья сейчас будут расти и увеличиваться в размерах только за счет питания, которое осталось в этом саженце. И естественно, вот этот саженец будет отставать. И самое главное, что если где-нибудь на юге вот такой саженец еще успеет и вырасти, и вызреть, то где-нибудь на севере он уже не успеет хорошо вырасти. То есть мы сознательно оставим вот эти 10-8 глазков, мотивируя это тем, что именно на севере так и нужно делать, мы еще укоротили вегетацию для этого саженца. Ну а этот вот переходной вариант в данном случае вообще получилось неизвестно что. Смотрите, нижние глазки вообще в рост не пошли, хотя они живые. Я могу предположить, что если вот здесь я сейчас сделаю срез, то через время вот эти глазки проснутся и пойдут в рост. И получается, что нам снова нужно оставлять либо вот эти верхние. Ну а собственно говоря, вот если вам придется делать выбор, то я сомневаюсь, что вы оставите вот эти нижние глазки, потому что будете считать, что они погибшие. Хотя они живые. Но за счет того, что мы оставили слишком много глазков, вот получилась такая ситуация. Ну предположим, я вот таким образом сделаю срез. Ну и давайте рассмотрим все три варианта. Два побега, большие листья, отличный скорее всего фотосинтез в этих листьях, достаточно питания для роста этого саженца, вегетация началась раньше. Вот этот вариант. За счет того, что этому кусту винограда на первом этапе пришлось питать не 2-3 глазка, а 10 глазков, вегетация затягивается. Соответственно, она начинается позже. И кстати, если кто-то с этим будет спорить, то можете взять любую книгу, в которой написано «Как задержать распускание почек весной». Так вот, там есть такой прием. Поздняя обрезка. И поэтому вот такой вариант как раз для севера и не подходит. Ну а этот вариант, видите, мы испортили форму куста. У нас получился вот в этом месте изгиб. И у нас получился надземный горизонтальный штамп. Можно, конечно, все это пригнуть к почве. Но как вы только пригнете к почве, у вас вот в этом месте в будущем году и вообще все время будут очень активно расти побеги. То есть вот из этого места, из головы куста, наверняка вот на этом изгибе будут появляться все время волчковые побеги. Вот кто-то думает, я уже неоднократно об этом говорил, что это лично я придумал, что это именно я вот придумал и вам это втюхиваю. Нет, все это можно взять в любой книге. Я даже снимал специально ролик прям с выдержками из книги, как формируются разные формы куста. И практически у всех форм куста формировка начинается именно с обрезки на обратный рост, именно с короткой обрезки. Ну, возможно, только некоторые высокоштамповые формировки формируют немножко не так. А так вот все, что укрывается, формируется именно вот таким образом. Итак, я вам привел вот такие три примера, как нужно подрезать саженцы винограда после посадки на постоянное место. Ну, а вы уже выбирайте свой вариант, какой вам ближе. А с вами был Юрий Егорутин. До скорой встречи. До свидания. Пока. Продолжение следует...